Я всех собравшихся сердечно приветствую. Меня зовут Константин Трофименко. Вот уже в рамках предыдущих секций звучали некоторые мои комментарии. Пару слов о нашей организации. Институт экономики и транспорта и транспортной политики — это подразделение Высшей школы экономики Национального исследовательского университета при правительстве Российской Федерации, в котором сейчас закрыты очень многие позиции, связанные с работой с органами исполнительной власти. В том числе существует и наш транспортный институт, который участвует в очень многих процессах, начиная от актуализации транспортной стратегии Российской Федерации, заканчивая конкретной практической работой в многих городах России. Должен был принимать участие в настоящем форуме наш директор Михаил Яковлевич Блинкин, который, к сожалению, не смог приехать, но просил передать всем участникам большой привет и понимание того, что УФА движется в правильном направлении в части развития транспортной системы. Я продолжу те мысли, которые я начинал в коротком виде формулировать на пленарном нашем заседании. Главный фактор, безусловно, который изменил транспортную систему городов, это, конечно же, массовый автомобиль. Безусловно, это тот фактор, который изменил облик всех городов мира. И вот мы обязаны этим двум людям. Это Генри Форд, собственно, изобретатель автомобиля, и Роберт Мозес, который был многолетний глава строкомплекса города Нью-Йорка, который в течение многих десятилетий, может быть, даже был более влиятельным человеком, чем, нежели даже избираемые мэры, и который, собственно, изобрел, можно так сказать, вот эту идею, что если у нас не хватает уличной дорожной сети, если у нас не хватает пространства, значит, для того, чтобы все автомобили разъехались, давайте просто построим больше дорог и вложим немыслимые деньги в развязки и дорожное строительство, и в конце концов, значит, все смогут нормально разъехаться внутри города. Фактически, вот именно благодаря ему эта концепция появилась и имела место в всех городах Америки и во многих городах Европы даже. Она наглядно трансформировала исторические города в автомобилиориентированные. Однако, как показывает дальнейшая практика, такой подход даже в самых богатых и самых неограниченных в территориальном плане городах не работает. Здесь вот показаны некоторые, вернее, три конкретных примера, три типа города. Это может работать, если это показатель процента уличной дорожной сети в общей площади города превышает 30%. Это вот некоторые города Австралии, некоторые города Америки и Канады. Если дорожная сеть очень четко сертифицирована, значит, на городские хайвэи и на низовую уличную сеть, ну, на практике такой город, к тому же, еще и не очень удобен и не очень комфортен для проживания. Мы в нашем институте очень тщательно проанализировали эти тенденции за последние десятилетия. И всюду, вот по выборке ряда развитых стран, мы видим ровно одну и ту же картину. Вне зависимости от того, когда в этой стране началась автомобилизация, выглядит это примерно вот так. Сначала начинается адаптация городов под массовый автомобиль, и у пользователей автомобиля, и у местной власти возникает устойчивая иллюзия, что так будет навсегда, что достаточно построить много дорог, что общественный транспорт — это некая социальная опция для бедных и малоимущих, и все активные экономические люди будут пользоваться исключительно автомобилями. И больше власти не нужно заботиться о транспортной проблеме, потому что она решится само собой, нужно только строить новые дороги, но никакой организационной политики в плане развития общественного транспорта больше проводить не нужно. Но вот при достижении некоторого максимума, который, безусловно, определяется таким параметром, как плотность уличной дорожной сети, и, к сожалению, по этому параметру все города, которые спроектированы в советскую эпоху, значительно отстают от любых городов, что американских, что европейских, и даже, пожалуй, китайских и японских, вот при упирании в этот потолок понимания тех комплексных проблем, которые стоят в собой автомобильные заторы, города постепенно начинают, наоборот, трансформироваться в сторону так называемого Sustainable City, это переводится как устойчивая мобильность, понимание того, что наша цель, как можно эффективнее использовать городское пространство для обеспечения мобильности граждан. И в первую очередь, конечно, это связано с, ну и сейчас мы об этом поговорим подробнее, с развитием все-таки, с, вернее, восстановлением и повторным развитием общественного транспорта и некоторыми ограничительными мерами на использование автомобиля в самых загруженных частях города. Вот суммируя предыдущую траекторию, скажем так, приспособления автомобиля к реалиям города и, наоборот, потом приспособления города к реалиям автомобиля, вот мы вывели такую формулу, можно назвать это формулой Блинкена. И вот здесь вы видите как раз вот тот самый параметр соотношения количества автомобилей к плотности улично-дорожной сети города, одно к другому. И вы видите, что Москва в 2013 году значительно уступает всем городам мира, что азиатским, что европейским, что и американским. И эта тенденция, конечно, она характерна не только для Москвы, но для всех российских городов-миллионников. Ну, а это вот визуализация этого анализа. Соответственно, это города Европы, Азии, Америки и Россия относительно двух линий, которые вот здесь описаны. Выше синие линии — это города, в которых возможна доминация автомобилей по причине и большой площади, и большой площади их уличной дорожной сети. В основном это все американские города, и они, конечно, очень сильно отличаются от той концепции компактного города, которую мы с вами обсуждали все эти дни. Вот между синей и зеленой линией — это те города, в которых должна уже быть осуществляться некая целенаправленная транспортная политика по управлению городским пространством в части его экономии за счет развития общественного транспорта, за счет принятия некоторых мягких ограничительных мер по стимулированию автомобильной и транспортной мобильности, дестимулированию. И ниже зеленой линии — это те города, в которых нужно принимать очень жесткие меры, чтобы выправить ситуацию. Вот мы о них сейчас поговорим. Вот по результатам написания аналитики к настоящим форумам, безусловно, мы в этот список добавим УФУ и соответствующие выводы представим в виде сухих цифр. Ну вот, соответственно, как это происходит везде в мире, в Сеуле, когда вместо эстакад ломают их, ставят пешеходное пространство. Вот очень характерный пример франкфуртской оперы, которая в начале 20 века была местом, таким вот открытым общественным пространством, затем в 60-е годы стала громадной парковкой, и сегодня снова вернула их к тому состоянию, в котором была в начале 20 века. К вопросу о тех самых ограничительных мерах, которые применяются в разных городах, ну, здесь, конечно, особенно выделяется на общем фоне Сингапур, который признан наиболее драконовским по отношению к автомобилистам городом. И вот те меры, которые имеют место в Сингапуре, они выделены здесь красным. Черным показаны те меры, которые применяются в других городах мира. Ну, в первую очередь, конечно, самым распространенным механизмом по ограничению въезда на отдельные территории является платная парковка. Даже не по ограничению, это, наверное, неверное слово, а по управлению транспортным спросом на соответствующих территориях, которые испытывают наиболее большое давление со стороны индивидуального автомобилевого транспорта. Здесь некоторые цифры собраны по московскому эксперименту. Теперь это уже сложилось как постоянная действующая система в плане введения платной парковки в пределах Садового кольца. И сейчас уже на некоторых территориях за Садовым кольцом, в том числе в Москве и Сити. Ну, надо сказать, что несмотря на, безусловно, очень негативное изначальное отношение комбилистов и общества к этому проекту, в итоге даже самые закорененные скептики признали, что имеют место улучшения на московских улицах, не то чтобы очень сильное, вот процентов на 9-10, увеличение среднесетевой скорости движения в центре города. Тем не менее, оно произошло и видно даже невооруженным глазом, даже без каких-то специальных исследований, мониторинга. Ну, безусловно, это, конечно, возможно только там, где есть альтернативное предложение в виде хорошо работающего общественного транспорта. То есть здесь, конечно, нужно идти последовательно от развития общественного транспорта к внедрению механизмов платных парковок и всех любых других механизмов. Я некоторые из них снова к ним вернусь. Очень популярная мера в азиатских городах – это регистрация автомобиля только при условии наличия места для его хранения, что дома, что на работе. Говоря о платных парковках, безусловно, нужно упомянуть опыт многих городов, которые перевешивают эту плату с собственного автомобилиста, работодателя, который снимает офисы в самых загруженных частях города, тем самым стимулируя его либо принять расходы на себя, либо искать офис где-то в новых зонах, в новых районах, где город предоставляет альтернативу, где это не так критично. Это, конечно же, такие меры, как организация зонограничного автомобильного доступа по экологическому классу. Очень популярная мера в всех немецких городах, в ряде других европейских городов, которая, особенно в условиях старого парка, что характерно для многих российских городов в том числе. Я не знаю статистики по ФЕ, но взглядом на улицах видно, что достаточно много автомобилей не относятся к категории евро 3 и выше. С одной стороны, меры направлены на улучшение экологической ситуации, с другой стороны, она, безусловно, является мерой и по управлению транспортным спросом. Ну вот, это, пожалуй, самые основные меры, потому что все остальное это уже сингапурские репрессии автомобилистов, если называть вещи своими именами. Теперь еще несколько слов о развитии общественного транспорта. Ну, собственно, не безинтересный факт, что самому появлению концепции общественного транспорта мы обязаны знаменитому французскому философу Блезу Паскалю, и он сформулировал это вот в таком виде. Если вычленяете эти критерии, то фактически это означает, что общественный транспорт — это тот транспорт, который имеет расписание, имеет заявленный заранее маршрут, имеет заявлен заранее тариф. Вот если транспорт соответствует этим критериям, то он является тем, что на Западе называют транзит, если нет, то, соответственно, это что-то другое. Ну, это, к слову, о многочисленных дискуссиях о том, что считать общественным транспортом, что нет, и конкретные некоторые цифры. Здесь вот на этом слайде представлено для разных типов общественного транспорта, его техническая и максимальная провозная возможность, значит, сколько человек в час этот транспорт может перевозить. Синий — это как обычно используется данный вид транспорта, и красный — это то, до каких значений можно догнать при помощи различных технических ущерений и способов максимальную провозную возможность. Значит, вот в таком регулярном режиме лидером является метрополитен, это порядка 30 тысяч пассажиров в час, но больший потенциал во всем мире имеет городская железная дорога, то, что в Германии называют S-BAN, и при помощи выделения пути, при помощи выделения систем регулирования и так далее, можно догнать пассажиропоток даже до 70 тысяч человек в час, что способно удовлетворить потоки любого города, даже 10 миллионник, а не то чтобы даже 1 миллионник. Легкорельсовый транспорт, такой как скоростной трамвай и БРТ, это как раз то самое, что называют метробусом, это меньше потенциал, это вот порядка 10-20 тысяч пассажиров в час, что впрочем, городу 1 миллионнику как раз вот именно такие пассажиропотоки в самых загруженных направлениях и соответствуют. То есть вот как раз в Уфе даже без транспортного моделирования можно сказать, что именно вот потоки такого объема, такого размера как раз таки самая часопик имеет место на самых напряженных направлениях. Ну и автобус, троллейбус, трамвай, это вот уже меньше 10 тысяч, обычно от 2 до 5. Соответственно, этот вид транспорта, конечно, в больших городах используется только как фидерный, то есть как подвозящий транспорт к основным магистралям, где магистральным видом транспорта являются вот перечисленные далее и имеющие соответствующие провозные возможности. И вот очень важный момент, то что все города мира сейчас, ну Москва немножко не по этому пути пошла, хотя на новых территориях именно поэтому, стараются развивать не метрополитен, а легкорельсовый транспорт, потому что он имеет с одной стороны достаточно высокую провозную возможность, а с другой стороны, что очень важно, он значительно дешевле и вот, ну если цифры о стоимости квадратного километра пути, они постоянно мелькают, вот это очень интересная цифра, это то, как по анализу рынка недвижимости в ряде стран мира изменяется стоимость квадратного метра жилья и жилья и офисов в зависимости от того, когда рядом появляется какая-то транспортная система, то есть если рядом с каким-то градостроительным проектом есть автомобильная дорога, то в среднем в мире всего на 2,5% изменяется стоимость квадратного метра, тогда как метро или легкорельсовый транспорт это вот 35-40% и вот в плане инвестиций в развитие инфраструктуры, конечно, эффект отдачи от легкорельсового транспорта для недвижимости города, он значительно выше, нежели чем метрополитен, поскольку метро стоит бешеных денег, но в Москве, например, по данным счетной палаты, это 7 миллиардов рублей за километр пути без станции, только за перегон. Ну и вот очень важная тенденция, в Москве сейчас реконструируют Малое кольцо Московской железной дороги, которое последние несколько десятков лет было либо заброшено, либо использовалось только для грузовых железнодорожных перевозок, сейчас это делают полноценной транспортной системой и это реализуется по проекту государственного частного партнерства, при котором территории вокруг этих станций, которые находятся в мертвой промзоне, они отдаются пользование управляющей компанией данного проекта, это ОАО МКЖД, которая создана совместно с правительством Москвы и ОАО РЖД, и которая соответственно будет развивать эти территории, получать с этого прибыль и в основном размещать там новые офисные центры, которые призваны будут оттянуть поток из центра Москвы, вот размазать его по этой вот серой зоне вокруг железных дорог. Это чрезвычайно интересная схема и я надеюсь, что результатом анализа этого проекта мы будем четко понимать, как развитие, вернее восстановление общественного транспорта конкретно влияет на параметры застройки города, на экономические параметры, на то, как эта восстановленная территория способна привлекать в себя новые квадратные метры и построим соответствующие зависимости. Ну, вкратце, это те тенденции, которые имеют место в Москве и мире, ну а сейчас я бы хотел перейти к тому, что из этого реализуется, что из этого рассматривается в Уфе. Наверное, я бы начал с того, что необходимо нам всем зафиксировать существующие проблемы, зафиксировать существующую ситуацию и поговорить о общих путях решения. И здесь, наверное, никто, кроме Галины Анатольевны, лучше в городе это не может сделать. Поэтому я передаю слово Чеглинцевой Галине Анатольевны, заместитель начальника главного управления архитектуры градостроительства администрации городского округа города Уфа. Именно надеюсь, что вы расскажете вот текущее состояние и о тех проектах, которые вкратце реализуете сейчас. Добрый день, уважаемые участники нашего форума. Сегодня мы рассматриваем вопросы транспорта, и я постараюсь вам рассказать об этой теме, привязываясь к тем документам, которые действуют либо в разработке градостроительным документам на территории городского округа. На самом деле рассматривать проблемы транспорта в отрыве от развития города, от развития всех функциональных зон, всех составляющих жизни города и без взаимосвязи с прилегающими территориями, наверное, это неправильно. Поэтому я хотела бы начать презентацию. Вот вы видите наш городской округ, город Уфа, находится практически в центре нашей республики, и здесь показаны границы городского округа и прилегающих районов. К нам прилегает непосредственно четыре муниципальных района, и также влияние на жизнедеятельность, на непосредственные транспортные связи имеют еще целый ряд районов. Таким образом, вот здесь на схеме показаны и перечислены те районы, которые непосредственно влияют на жизнедеятельность города, это и, перечислю Благовещенский, Иглинский, Уфимский, Кормоскалинский, часть Бирского района, часть Нуримановского, Архангельский район частично также имеют непосредственное влияние на жизнедеятельность города, и Чешминский и Кушнаренковский. На самом деле, выход на внешние транспортные связи обеспечивают функционирование как промышленности, так и жилых, естественно, образований, то есть жизнь людей это непосредственно связано. То, что касается Уфы, здесь также я в свою презентацию включила несколько ретроспективу наших прежних градостроительных документов, это Большая Уфа, где также были проработаны транспортные связи, но в направлении федеральной автодороги М5. У нас действительно город, он, наверное, наряду только может сравниться с Москвой, где сходятся две федеральные дороги, это М5 и М7. Таким образом, естественно, что такое положение Уфы, оно очень важное для внешних связей. Вот также на схеме пригородной зоны показаны, ну это тот проект, о чем говорила Альфия Мадарисовна, когда мы рассматривали межмуниципальное сотрудничество, здесь показаны внешние связи, которые планируются, вот здесь и северный обход, южный обход, но это было в том проекте 2006 года, ориентировочно так разработано. То, что касается генерального плана 1996 года утвержденного, здесь мы видим также в развитии Большой Уфы были предложения по развитию зоофимия и вдоль федеральной автодороги М5. Перед вами действующий генеральный план, утвержденный в 2006 году, и здесь в основном предполагается развитие многоэтажного строительства на территории Забелия. Естественно, что предлагается развитие и строительство транспортных мостов для связи с территориями на территории Забелия. Это центр Нижегородка-Затон, Нижегородка-Романовка с выходом на западный обход и Нижегородка с районом Дема. Кроме этого, в генплане предлагалось создание западного шоссе, который бы связал М5 с направлением на север и выходом на северный обход. Дальше предлагалось строительство восточного обхода и, естественно, что продолжение автодороги Уфа-Аэропорт – это сегодня строящийся проспект Силовата-Юлаева. То есть сегодня у нас строительство магистрали непрерывного движения дошло, скажем так, до пересечения с улицы Менделеева. Также магистрали непрерывного движения, предусмотренные генеральным планом, это в направлении Казань, с направлением Казань, от М7 широтного направления, это по южной, в северной части городского округа, по улице Интернациональной и дальше с выходом на Челябинск. Очень важное значение имеет магистраль непрерывного движения. сегодня частично реализовано это северный обход жилого района Затон, дальше через улицу Галия с выходом на территорию Зоофимья, со строительством мостового перехода через реку Уфа, естественно, завершением строительства тоннеля и по территории Зоофимья. Очень важный выход, который был предусмотрен в генеральном плане, сегодня реализован, это строительство мостового перехода, каменная переправа с выходом также на М5. То есть это те основные наши магистральные связи, которые, магистральные автодороги, которые дают выход на внешние автомобильные дороги. По несколько цифр, то есть сегодня у нас площадь городского округа это 716 квадратных километров, по генеральному плану увеличение предполагалось на 11 тысяч гектар, то есть расчетный срок после присоединения, в основном это юго-западная часть, южная часть и юго-западная часть, наша территория городского округа к 2025 году предполагалось увеличить до 85 и 5 тысяч гектар. По населению на момент разработки генерального плана население города было миллион, миллион сорок девять, сегодня мы уже достигли цифры миллион сто, почти сто семь, сто шесть и шесть десятых официальная цифра и к расчетному сроку генерального, действия генерального плана население городского округа должно достигнуть миллиона ста тридцати тысяч человек. То, что касается реализации генерального плана, у нас на сегодняшний день практически разработано порядка ста проектов планировок, проектов межеваний и при разработке конкретных территорий, естественно, давались какие-то предложения по совершенствованию транспортной структуры. Что касается жилищного строительства на территории городского округа, сегодня преобладание все-таки многоэтажного строительства. Вот здесь на данной диаграмме показано, что по итогам 2013 года у нас многоэтажное строительство составляет 55%, малоэтажное 45%. Мы видим рост многоэтажного строительства, но, тем не менее, развитие коттеджного также в городе происходит довольно интенсивно. вот такая схема показывает реализацию на сегодняшний день положения генерального плана, и мы видим те изменения в генеральный план, которые посредством утвержденных проектов планировок были даны предложения как по функциональному зонированию, так, естественно, и по изменению транспортной структуры. Конкретно хочу несколько слов по нашим основным проектным территориям, проектам планировок пройтись. Это то, что вчера уже рассматривалась Лихачевская промзона, без совершенствования той транспортной инфраструктуры, которая сегодня есть, без строительства магистральных улиц. Естественно, развитие данной территории довольно сложно. В рамках данной схемы можно также рассмотреть и предложения по связям, по усовершенствованию уличной дорожной сети, которая поможет нам обеспечить и уйти от транспортных проблем в центральной части Уфимского полуострова. Это, я имею в виду, связь жилого района Сипаилова, жилого района Инорс с территориями проспекта Октября посредством строительства широтных магистралей, которые, на наш взгляд, очень важны. Это и продолжение. Вот сегодня рабочий проект у нас уже выполнен и реализуется в жилом районе Глумилино строительство улицы Рудольфа Нуреева. Дальше, после реконструкции развязки на пересечении продолжения проспекта Салавата Юлаева и улицы Маршала Жукова с выходом на улицу Комсомольская Российская, также поможет нам уйти от каких-то проблем транспортных в Сипаилово. Сегодня этих связей нет. Очень важно построить магистральную улицу районного значения. Это продолжение улицы Безита Бекбая с транспортной развязкой на Сипаиловской с выходом также на улицу Российскую и Комсомольскую. Также мы рассматриваем и продолжение улицы Гагарина, улицы Ватутина с выходом в зону проспекта Октября. Немаловажным является и то, что предполагается в данном проекте продолжение проспекта Салавата Юлаева, как мы видим, через Самаркандскую с выходом в Черниковку, как минимум до магистрали непрерывного значения улицы Интернациональной и с выходом на улицу Сельская Богородская дальше на Восточный обход. Только система магистрали в данном случае может обеспечить нормальное функционирование в том числе и промышленных зон. Мы прекрасно знаем эту ситуацию, когда сегодня у нас заполнены в частности улицу Трамвайную, если мы рассматриваем. Здесь основные наши производственные производственные предприятия ОМПО, в основном люди приезжают на работу на индивидуальном, на своих личных автомобилях. Это, конечно, неправильно, и поэтому пересмотреть систему общественного транспорта с учетом реконструкции и строительства новых магистралей, это на сегодняшний день очень и очень актуально. Также хотелось бы отметить коридор, связывающий М7 и М5, ну это наша, скажем так, уже давняя проблема, но тем не менее это необходимо делать в целях в том числе и выхода на внешние связи, как я уже говорила, с центральной частью Уфимского полуострова. Вот на данной схеме я хотела вам показать те преобразования в уличной дорожной сети, которые в развитии генерального плана предполагались посредством разработки отдельных проектов планировок, но они у нас все взаимоувязаны, это и на жилой район Нижегородку и также в центральной части. Даны предложения по совершенствованию уличной дорожной сети. Хочу отметить, что для решения проблем в историческом центре городского округа, для решения данных проблем необходимо развитие магистральных улиц, скажем так, в обход исторического центра. Здесь речь идет в первую очередь о строительстве, продолжении улицы Айская. Вот здесь вот я хочу показать, то есть это реконструкция от Чернышевского до проспекта Салавата Юлаева, реконструкция транспортной развязки и дальше, выход на улицу Менделеева, Кавказскую и на улицу Пугачева с выходом на каменную переправу. Без строительства, это одна из основных ключевых наших улиц, которая должна быть построена в ближайшее время для решения транспортных проблем в центральной части и для того, чтобы нам уменьшить нагрузку на существующую развязку на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Закива-Леди, то есть зону Монумента Дружбы. Также, естественно, здесь хотелось бы подчеркнуть связь, сегодня у нас связь с Нижегородкой, но это отдельная тема совершенно и во всех генеральных планах, ранее разработанных и сегодня действующего, жилой район Нижегородка у нас рассматривается для строительства, для многоэтажного строительства, но учитывая сегодня экономическую ситуацию, может быть, имеет смысл в рамках разработки стратегии и дальнейшей работы над генеральным планом, может быть, мы и пересмотрим типологию застройки Нижегородки, но это, я еще раз повторюсь, это отдельная тема. Единственное, хотелось бы подчеркнуть здесь важность того, что существующий жилой район Дема, он у нас строится и развивается, и поэтому южное направление, связь, то, что предусмотрено генеральным планом западное шоссе, я хочу сказать, что вот эта связь западного шоссе и жилого района Дема, она не рассматривалась в рамках генерального плана, но сейчас, как предложение, я думаю, что вот такая связь, она имеет место быть и рассмотреть ее в качестве первоочередных с учетом развития жилого района Дема и уменьшения нагрузку на существующий мостовой переход. То есть, вот в рамках, я не сказала по территории Зоуфимия, также здесь даны иные предложения, в отличие от генерального плана по трассировке восточного обхода. Сегодня это мы рассматриваем как магистраль непрерывного движения, которая свяжет автодорогу М5 и северную часть города с выходом на Пермь. Я думаю, что это в стратегическом плане одна из наиважнейших наших магистралей непрерывного движения. Вот, собственно, наверное, в рамках тех проектов, которые у нас на сегодняшний день действуют, я вам рассказала о сегодняшней транспортной ситуации по развитию уличной дорожной сети. Спасибо. Галина Анатольевна, огромное спасибо вам за ваш рассказ. Сразу у меня будет два вопроса. Первый, может быть, немножко дискуссионный. Вот вы очень много говорили про дорожное строительство, а все-таки вот с вашей точки зрения, с точки зрения многолетнего погружения в проблемы города, эффективно это или нет? То есть, вот действительно, были ли такие ситуации, когда была построена новая магистралей непрерывного движения, и вот можно было сказать, что проблемы в этой части города ушли? Или все-таки? Да. То, что касается развития уличной дорожной сети, я считаю, что в рамках городского округа УФА это важная тема. Почему я акцентирую на этом? Потому что я не вижу развития общественного транспорта и общественных видов транспорта без совершенствования уличной дорожной сети. Я буквально несколько слов и несколько примеров, вернее, привела по тем проблемным нашим территориям. Это и в центральной части города, и в южной части города. То есть, сегодняшние транспортные проблемы и сегодняшняя, скажем, уличная дорожная сеть, я считаю, что не справляется с теми нагрузками, которые есть в условиях увеличивающейся уровня автомобилизации. То, что касается развития общественных видов транспорта и совершенствования этой системы, это, естественно, важно и нужно делать. Я привела пример Лихачевского промузла. Я считаю, что здесь как раз пример того, что крупные предприятия, я назвала только МПО, на самом деле, там целый ряд предприятий, где люди каждый день ездят по сменам на работу, и тем не менее, в основном они пользуются индивидуальным транспортом. Это неправильно. То есть, здесь нужен пересмотр общественных видов транспорта. Каких именно? Либо это будет совершенствование трамвайной инфраструктуры, да, трамвая, то есть, системы движения трамвая, либо это будет метробус, да, то есть, тоже система метробуса, которая одна из, один из вариантов охватывал и Лихачевскую промзону. То есть, сейчас требуется, я считаю, очень серьезный подход для того, чтобы нам определиться с комплексной транспортной схемой, которая бы нам, вот эта транспортная схема комплексная, она дала бы нам возможность по определению, обоснованию уличной дорожной сети сегодняшней, с учетом ранее наработанных, я не говорю, что реализованных, но ранее наработанных документов. И, естественно, что по видам общественного транспорта, по видам транспорта, то есть, совершенствование движения грузового, выходы на внешнюю, на внешнюю, автодороги, вот, то есть, естественно, это связано со строительством искусственных сооружений, в том числе мостов дополнительных, вот обоснование их количества, это все и позволит в рамках комплексной транспортной схемы нам принять какое-то объективное и оптимальное решение. Добрый день, уважаемые коллеги. Галина Анатольевна, вот из вашего доклада я, у меня возникло два вопроса. Из вашего доклада я не очень четко понял. Вы сказали об увеличении количества строительства мостов, да? Вот я хочу немножко назад вернуться в историю. При проектировании нашего города, когда еще, ну, скажем, был переходный период от советского периода к нынешнему, к каталистическому, мы, помните, строил Су-820 северный объезд, помните? От дороги с Чешмок, как она у нас, не помню по номеру, от Зубова и практически до Благовещенска, значит, западный обход, западный обход он назывался. Это то, что Жукова подымала, дорога на сегодня реализована практически. Вот, да, практически достроена. До никогда, да, до никогда. Но ведь на тот момент был у нас запроектирован и южный, и восточный, и северный, значит, с тем, что можно было соединить, не просто соединить, а объехать город с восточной стороны, не въезжая в город Уфун. Ну, тот проект был, ну, понятное дело, что он уже на сегодняшний день устаревший, потому что главной целью было преследовалось то, что грузовой поток не входил в город, а его обходил, поскольку миллионный город, большое потребление, много производства, чтобы не въезжал и не перегружать наши внутри дороги. Значит, я даже помню, как-то его кто-то из великих там обозвал то ли бананом, то ли огурцом, поскольку город наш вытянут, он поформлен на то ли изогнутый огурец, то ли банан. И с тем, чтобы можно было с югу и с западу и выйти на север, вновь соединить вот это вот. И выходы на эти магистрали. Вот тот же тоннель был предусмотрен, который мы сейчас строим, да, продолжаем уже строить вот по Менделею, где у нас трамплин. Тот же и Норс соединялся, выходил, тоже Сипаилова. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день рассматривать, просматриваются ли вот такие вот проекты и каковы вообще перспективы вот этих вот южных, западных, северных обходов. Вы знаете, я в таком случае еще раз попрошу мою презентацию включить. Последний слайд, где транспортная схема. Те вопросы, что вы осветили, это было заложено в генеральном плане еще 71-го года, если мы говорим о начавшемся строительстве тоннеля. Это было начало строительства, насколько, если я правильно помню, это 92-й год, да? То есть это по результатам генерального плана 71-го года утвержденного. Транспортная связь, которая была между жилым районом и Норс, и Сипаилова через Лихачевскую промоизлучину. Там, по сути, у нас получается два мостовых перехода, либо это единая эстакада, предусмотрена также генеральным планом 71-го года. В 96-м году этой связи не было, но сегодня, после разработки уже проектов планировок Лихачевского промоизла, проекта планировки и Норса, мы возвращаемся, по сути, к положениям генерального плана 71-го года и предлагаем внести изменения уже в генеральный план следующий, вот этот мостовой переход и связь Норса, Сипаилова. То, что касается о внешних транзитных, скажем так, магистралях, западный обход Жукова-Подымалова, он сегодня у нас до Бирского тракта уже, по сути, реализована, это автодорога, северный обход, он у нас за пределами, то есть это Благовещенский район, Благовещенский и Глинский район, это за пределами городского округа, мы показываем только выходы, вот вы видите здесь, выходы на этот северный обход. То, что касается восточного обхода, в генеральном плане мы видим... Я хочу сказать, что восточный обход по генеральному плану, вот он предусмотрен был по этой трассе, но при разработке территории Зоофимии здесь категория была понижена до магистрали регулируемого движения и восточный обход был предложен, скажем так, через федеральную дорогу, определенно здесь где-то порядка около чуть больше пяти километров и с выходом уже на ЭНОРС от М5. Вот такое решение было предложено в проекте планировки, но на то это было в восьмом году и согласование тогда Министерства архитектуры и транспорта было в тот момент. Вот было принято такое решение по уменьшению категории восточного обхода. Но на самом деле в самом начале своего выступления я сказала о том, что насколько важно взаимодействие с прилегающими муниципальными районами и выход на внешние связи и строительство обходов столицы, это на самом деле задача разработки транспортной схемы республиканской и с учетом определения взаимодействия пригородных зон и решения транспортных вопросов с учетом прилегающих территорий. Это очень важно. Я думаю, что мы в рамках стратегии, учитывая, что мы первый этап включили и первый раздел у нас будет именно такой, что взаимодействие с муниципальными районами, естественно по всем направлениям и вопросы транспорта, я думаю, что мы будем искать эти коридоры, хотя очень сложно, но тем не менее мы прекрасно понимаем, для решения обхода транзитного транспорта вне Уфы это действительно очень актуальная и важная тема. Спасибо. Галина Анатольевна, огромное спасибо. Чрезвычайно интересно с вами общаться, у меня вот самого тоже возникло несколько вопросов, но к сожалению нам нужно сейчас двигаться дальше, поэтому я предлагаю, у нас будет минут 20 потом в конце для дискуссии, и вот тогда, если не будет других тем, Галина Анатольевна снова помучать и поспрашивать. Спасибо вам огромное. Ну а теперь я бы хотел остановиться на тех проектах развития городского пассажирского транспорта, который в последнее время обсуждается в городе, безусловно, вы все слышали о них, это и скоростной тарвай, это и развитие городской электрички, и метробус, и вот сейчас я бы хотел передать слово тем людям, которые непосредственно вовлечены в эти проекты и опять же вместе со всеми вами и экспертами, и слушателями, подробно на это посмотреть и обсудить. И я бы хотел начать с Игоря Геннадьевича Паляева, генерального директора башкирской пригородной пассажирской компании, который расскажет о перспективах такого очень интересного проекта, как городская электричка. Вчера вот мы с итальянскими коллегами прокатились по маршруту, посмотрели, были приятно удивлены многими моментами, ну и безусловно, забегая вперед, могу сказать, что это имеет огромный потенциал, но сейчас вы подробнее тогда расскажете, что планируется. Открытый акционер на участие башкортостанская пригородная пассажирская компания, как дочернее зависимое общество, образовалась в 2010 году. Работает на территории пяти субъектах Российской Федерации, а основным является, конечно, для нас Башкортостан, потому что основная масса перевозок здесь у нас осуществляется. Перевозится по Республике Башкортостан порядка трех миллионов восьмисот тысяч человек, но речь идет не о людях, а о количестве поездок, которые совершают жители Республики Башкортостан пригранным железнодорожным сообщением. Здесь на карте видно, что практически по пяти основным направлениям осуществляются наши перевозки. Граничим по всем северным районам Оренбургской области, проезжаем, миграция населения осуществляется от Абдулина в сторону Уфы очень активно. Переезжаем в Челябинскую область до Аши, едем до Белорецка, едем до южных регионов Башкортостана, практически до Кумертау. Ну и в сторону Туймазов также осуществляются наши перевозки, но, к сожалению, электрический транспорт доходит до Кондров, дальше идет рельсовый автобус. Попозже я остановлюсь. Если мы видим, что в городе Уфа практически десятая часть людей из города Уфы разъезжается по пригородным маршрутам. В основном это ввоз, и это большая проблема. Значит, ну вот почти из четырех миллионов поездок половина это ввоз в город Уфа. Пригородная компания в настоящий момент обладает подвижным составом, которым мы обеспечены практически до 2032 года. Год выпуска подвижного состава с 2004 по 2013, надеюсь, в следующем году и ласточки сюда придут, в Республику Башкортостан. Срок службы нашего подвижного состава 28 лет. Сейчас из рельсовых автобусов 5 единиц, задействованы 3, 2 мы держим в резерве. Электропоезда 20 единиц, на график нужно 16. 4 состава в резерве держим. Но вагоны локомотивной тяги, они мало отношения имеют к самому городу Уфа. От НЗР до Белорецка осуществляем перевозки пассажиров. Что касается проекта городская электричка, он у нас совместно с городом и правительством Республики Башкортостан начался ни сегодня, ни вчера. Уже есть часть инвестиций, которые ОАО РЖД вкладывает в этот проект. Проект занимает сегодня, занимает участок 32 километра от Демы до Шакши. На сегодняшний момент уже вложено, будет вложено до 2015 года в этот проект 164 миллиона рублей, а 167 извиняюсь. По состоянию на 1.01.2014 года вложено в инфраструктуру 59,2 миллиона рублей. Что делается? Значит вообще задействовано в этом проекте 11 остановочных пунктов. 21 пассажирская платформа, внеклассный вокзал ОФА, 6 пассажирских павильонов. Значит, что сделано? Реконструкция высокой платформы на станции Дема закончится в сентябре текущего года. Капитальный ремонт низкой островной платформы в остановочном пункте Воронки. На остановочном пункте спортивная будет сделан павильон Сосу-Купе. Значит, ну и капитальный ремонт низкой островной пассажирской платформы станции Шакша. Все работы уже развернуты. Вчера мы с экспертами вместе проезжали, все это видели. Конечно, пока идет строительство, вид неприглядный, но выглядеть будет вот ровно так, как здесь представлено. Значит, на станции спортивной и станции Дема будут обязательно установлены турникетные системы. Для чего это делается? Для того, чтобы интегрировать наш транспорт в единую транспортную карту, чтобы мы уже могли ездить. В настоящий момент без этой системы продажа билетов осуществляется кассирами разъездными в пригранных поездах. Мы с вами хорошо понимаем, где массовые перевозки и контакт между человеком платящим и человеком берущим всегда не в сторону статистики идет по учету отправленных пассажиров. Поэтому такие автоматизированные системы вообще на всем протяжении маршрута будут сделаны. Какие барьерные места уже у нас образовались? В 2015 году мы закончим реконструкцию полностью всех платформ, но, однако, есть барьерные места в тарифообразовании. По законам Российской Федерации тарифные зоны делятся на 10-километровые расстояния. И если от Уфы до Демы мы можем за 16 рублей доехать, то уже в городской черте от Уфы до Шакши житель города должен заплатить 48 рублей. Это первая проблема. Ее нужно решить, чтобы от Демы до Шакши мы заезжали все-таки в едином тарифообразовании. И здесь нам плотно придется поработать с Республикой Башкортостан. Я, кстати, хочу подчеркнуть, вот важность, проблема, которую вы затронули, это касается всех видов скоростного транспорта, которые мы обсуждаем. Если мы хотим, чтобы эта система мультимодальная работала как нужно, естественно, это должен быть единый тариф. Говорим ли мы о электричке, об автобусах, канатной дороге, о чем угодно. Это должна быть единая транспортная карта, и пассажир не должен замечать на своем кошельке последствия этого перехода между видами транспорта. Это основная, на самом деле, мера, которая сейчас и в Москве прививается, и то, на что руководство города в честь экономической политики должно обратить пристальное внимание. Ну, я бы сказал больше, что тариф должен быть на каком-то из видов транспорта меньше, чем в городе. Знаешь, скромно так умолчу, что у нас. Потому что в совокупности пересадка автобус плюс электричка, она все-таки по кошельку сильно убьет. Коль уж что-то про советские времена мы вспомнили. Была норма на одного жителя страны, сколько он от зарплаты должен тратить на транспорт. К сожалению, это вот куда-то ушло у нас. Вот зарубежные коллеги подтвердят, сейчас такая статистика. Это, конечно, не норматив, но некая статистика в зарубежных странах ведется, там порядка от 3 до 5, по-моему, процентов Ну и про возможности транспорта, можно сказать следующее. У нас есть как бы предложения, такие небольшие, к тому, чтобы развить железнодорожную сеть в городе Уфа, соединив станции Шакша, ветку сделать для разгрузки автомобильных дорог, соединить районы Инорс, Сипаево, Акбузат, торговый центр Башкирия, ВДНХ, Зеленые Рощи, школа МВД, Кузнецкий и Затон. Значит, дальше от школы МВД, вот монумент дружбы и по правой белой можем зайти опять в существующую сеть железных дорог и дальше через Бельский мост поехать уже на аэропорт. В принципе, там ветка есть, но она пока не РЖДшная, но есть возможность как бы по этому поводу поговорить. Не знаю, для РЖД в принципе новые, скажем так, компетенции по внедрению вот этого городского железнодорожного транспорта, но подобный опыт есть уже в Волгограде, в Новосибирске, в Красноярске, по-моему, тоже пригранный железнодорожный транспорт, адаптирован в городскую сеть. Наш транспорт может перевозить до тысячи человек единоразового. Ну, компоновка подвижного состава от четырех вагонов до двенадцати может происходить практически в течение часов, потому что у нас базовое депо Дем, оно в черте города практически находится. Игорь Иванович, ну, пожалуй, что это самое неожиданное и новое транспортное решение, которое в рамках данного форума СПЛО, у меня сразу вопрос. Безусловно, это очень интересно, и, безусловно, это бы при реализации полностью поменяло всю структуру пассажирских перевозов в городе. Уроженные деньги на это могут быть вообще заложены? Скажем так, это идея, мы же на круглом столом, наверное, для того и собрались, чтобы возможность всех видов транспорта изучить. Мы говорим о том, что возможно в перспективе вот такой проект рассмотреть, а дальше это условие частного государственного партнерства будет, возможно, проектировать все надо. Любой проект, он очень чувствительный к пассажиру, мы же в первую очередь его величество пассажира привлекаем. Неизвестно, как схема внутригородских перевозок в связи с этим поменяется. Ведь сейчас от Дема до Шакши доступность автомобильная к платформам, ну, практически только в Деме. Дальше никому доехать ни до одной платформы сейчас невозможно. Наши платформы находятся в шаговой доступности для горожан, но никак не в автомобильном. Если здесь будут улавливающие автомобильные парковки, то о чем вот в вашем слайде. Прекрасный слайд там был, что пора бы городу уже, наверное, сделать так, чтобы горожане к инфраструктуре немножко, скажем так, использовали возможности инфраструктуры. Вопрос. Не рассматривает РЖД строительство этого короткого участка, там, по-моему, километр от существующей железной дороги до аэропорта? То есть, в первую очередь. То есть, вот эта проектируемая желто-зеленая линия, она немножко пока выглядит, ну, мягко, скажем, утопично, да, но вот этот кусочек, если бы вы связали аэропорт, и горожанская электрическая ходила по маршруту аэропорт Шакша, это была действительно, как бы, такая прорывная технология, и, скажем, в своей концепции развития электротранспорта внутри городского мы как раз привязываемся к тому, что, как бы, проект городской электрической будет реализован, и, соответственно, пересадочные узлы мы, как бы, хотим с вами, как бы, отрабатывать. Да, рассматривали все, я вам, вот то, что нарисовал, это у нас уже в головах сидит, и мы, в принципе, просчитывали. Скажу так, сейчас время в пути от Шакши до аэропорта автомобильным транспортом и по веткам железных дорог, даже с учетом строительства этого хвоста, одинаковое. Поэтому мы не уверены, что жители города выберут именно наш транспорт. Хорошо, если железнодорожный вокзал и аэропорт экспресс, то есть по образу подобия Москвы, такой вариант невозможен? Возможен, причем все возможно. Вопрос именно в этом, то есть я понимаю, что из Шакши не так много людей едут в аэропорт, вот, но из центрального же вокзала, наверное, могут многие поехать, тем более там и троллейбусы, и трамваи, и автобусы есть, как бы здесь нам легче всего связать. Вполне может быть, но мы тесные очень контакты еще по прежней работе имею с этими экспрессами, которые ездят у нас в Москве. Они приходят со своими инвестициями что-то строить и подвижной состав, новые суда, только тогда, когда аэропорт перевозит в месяц полтора миллиона пассажиров. К сожалению, Фимский аэропорт пока не обладает такой подвижностью. Но здесь и не надо ведь строить такой большой линии, там короткий участок на самом деле. Пожалуйста. Да, у меня вот вопрос, даже не вопрос, немножко вот эту тему надо скорректировать, я думаю. Мы говорим про железнодорожный транспорт от аэропорта до города, да. В пример приводятся мегаполисы, город Москва с таким приличным пассажиропотоком. Но есть аналогичные ситуации, например, тоже Екатеринбург, где есть там тот же Аэроэкспресс, но бытует такое мнение, вернее, есть так называемый расчет, что данный пассажирский поток недозагружен и количество так называемых поездов уменьшено там в разы. Мне кажется, чтобы эту ситуацию проговаривать, анализировать, надо, наверное, смотреть города-миллионники. Мы про то и говорим, что перспективу, вот можно ее рассмотреть, но все же, конечно, это дело проектирования. Но возможностью такой железнодорожный транспорт обладает, что можно к существующим веткам построить новую и охватить кольцом город Уфа. Насколько это возможно, мы еще с городом поговорим. Но сегодня уже Дема, Шакша, это не то чтобы состоявшийся факт, но железнодорожная инфраструктура с октября месяца текущего года будет, в принципе, готова принимать там пассажиров. Я не зря упомянул московский проект развития пассажирского движения на МКЖД. Как раз таки, если у этих ребят все удастся, я надеюсь на это, будет очень интересный пример как раз таки государственного частного партнерства в строительстве железной дороги и ее адаптации под пассажирские перевозки. И можно будет на очередной семинар в Уфе, очередной форум их пригласить, если именно эту тему выбрать, пообщаться с ними. И вот как раз, конечно, очень важный вопрос, это о развитии градостроительным вокруг этих станций, потому что проект идет полным ходом. Понятно, что, может быть, первые годы будет какая-то обкатка маршрутов, но в итоге, если действительно будет городом поддерживаться устойчивая тактовая частота, то люди увидят, начнут этим пользоваться, немножко произойдет, может быть, на не десятки тысяч, но на тысячи переформатирования потоков в городе, и, конечно, это повлечет за собой интенсивное развитие вот вокруг этих станций в ранке 1629-й километр. Здесь, наверное, очень важно, чтобы город этот момент ухватил, может быть, в каких-то проектах планировки не дал этому процессу уйти на самотек. Комментарий по поводу проекта городской электрички хотелось бы мне дополнить то, что в проектах планировок прилегающих территории к железной дороге, естественно, у нас все эти вопросы тоже предусматриваются, и уличнодорожная сеть, она учитывает подходы и проезды, подъезды к платформам сегодняшним, но хочется отметить, что в рамках развития проекта городской электрички необходимо развитие, естественно, и транспортно-пересадочных узлов, пересмотр общественного транспорта, но учитывая, опять же, хочется отметить нашу уникальность в том, что у нас сегодня железная дорога проходит на разных отметках с нашими основными, скажем, у нас железная дорога проходит по западному склону и на нижних отметках, поэтому для организации транспортно-пересадочных узлов нам, естественно, потребуется привлечение и организацию вертикального транспорта, это усложняет, но с другой стороны, может быть, и сделает наш город еще более уникальным. Мы в первый день обсуждали Большую Уфу, и, насколько я знаю, очень большое строительство планируется в Аглино, и, естественно, относительно большое строительство жилья планируется к западу от города Уфа, ну и сейчас из Аглино, естественно, люди едут в город, не планируется продление, превращение этой городской электрички в субурбан? И как вы смотрели на это, считали, или там, может быть, в обозримой перспективе? Потому что в Аглино уже сейчас запланировано там несколько тысяч, ну, увеличение на несколько тысяч человек по поселкам. Ну, что первично, что вторично, у нас с Аглино-то точно ездят люди, уже давно там четыре пары поездов ходят, ну, это пара, это туда-обратно, то есть людей мы привозим, но расписание каким образом составлено? Утром в Уфу, вечером из Уфы. Есть такая лагуна, как мы ее называем, в расписании это практически с 10 часов местного времени, люди из Уфы железнодорожным транспортом до 15 выехать не могут, то есть его просто нет. Вот надо понимать, что у нас, ну, это не тема сегодняшнего как-то совещания, у нас себестоимость перевозок намного выше, чем она государством отрегулирована. Поэтому государство и субъект Российской Федерации компенсируют сумму подающих доходов. Что касается Иглино, это самый напряженный участок, в котором ежесуточно порядка 4 тысяч человек проезжают. То есть там подвижность населения очень высока. Люди жалуются, что... Будет выше? Да слава богу, всех перевезем, мы пассажиру-то рады. У нас же сейчас 4-х вагонный электропоезд идет, мы до 10 вагонов прицепим и повезем, все в зависимости от того, сколько людей поедет. Если за наш транспорт проголосует, думаешь, только мы для этого работаем. Спасибо. Лука, Микеле, do you have some questions or comments about project of CityDrain? Вчера мы сели на поезд и проехались, и было очень интересно, потому что у нас была возможность посмотреть на инфраструктуру транспортную и оценить ее потенциал. И мы считаем, что действующая структура городского транспорта и пригородного транспорта может стать эффективным решением для транспортной структуры города. Но в то же время мы отметили и некоторые проблемы и недостатки вот этой системы. Одна из них заключается в том, что железнодорожный путь проходит по территории, которая не заселена. К многим станциям, со многими станциями нет соединения с общественным транспортом. И пути, по которым проходят пассажирские поезда, это те же пути, по которым происходят и товарные поезда, что сильно замедляет движение. Однако мы уверены, что все эти проблемы можно разрешить, если правильно построить проектировочный процесс и правильно выстроить инвестиции. И на наш взгляд, железнодорожное сообщение должно стать частью общегородской транспортной сети, куда входят и поезда, и трамваи, и автобусы, и частные автомобили. Спасибо большое. Ну что ж, проект действительно очень интересный и, как вы видите, привлекает к себе внимание. И выглядит так, что это действительно городу будет очень полезным и очень нужным. Давайте теперь обсудим другие проекты, которые имеют место в общественном пространстве обсуждаться, в общественном поле. Руслан Вильевич, вы хотели рассказать про канатную дорогу, так? Значит, тогда я передаю слово Максиму Руслану Вильевичу, заместителю генерального директора МУП Центра недвижимости, который расскажет о другом проекте пассажирской канатной дороги. Добрый день, уважаемые товарищи. В настоящее время все большую популярность в мире приобретает пассажирские канатные дороги гондольного типа, именно с целью перевозки пассажиров. Особенно характерно использование таких дорог для городов со сложным рельефом, с перепадами высот, с естественными какими-либо водными преградами или иными преградами. То есть там, где по различным видам затруднено строительство каких-либо автомагистралей, мостов. Канатные дороги позволяют в течение достаточно короткого времени осуществлять перевозку достаточно большого количества людей из одной точки в другую по наиболее кратчайшему маршруту. В большинстве своем канатной дороги они органично интегрированы в транспортную систему городов. Чаще всего из тех, которые на сегодняшний день действуют, там Рио-де-Жанейро, предположим, Торонто, они интегрированы, привязаны к транспортно-пересадочному изламу, которых в основном это метрополитены на сегодняшний день. Во многих случаях используются и другие виды пересадочного транспорта, это и автобусы, и скоростные трамваи, то есть в зависимости от тех возможностей, которые на сегодняшний день есть. Основной момент вот в этих пересадочных узлах это то, что на момент прибытия, безостановочное прибытие пассажиров по канатной дороге должен быть примерно такой же организованный и беспрерывный отток пассажиров по другим маршрутам. То есть основным таким обязательным условием является то, что на этих транспортно-пересадочных узлах должны быть, если это автобусы, предположим, то это автобусы с достаточной вместимостью и опять же с четкой регулярностью движения. То есть там варианты с использованием каких-то маршрутных автобусов типа «Газели» или иных, они в данном случае в общем-то не срабатывают, потому что пропускная способность, вот я даже хотел чуть позже остановиться на технических характеристиках, но сейчас скажу, что по тому проекту, который на сегодняшний день обсуждается у нас в Уфе, это перевозка 2400 пассажиров в час в одном направлении. То есть если рассчитывать, что какие-то маршрутные автобусы типа «Газели» будут использоваться в качестве пересадочного вида транспорта, то это порядка 200-220 газелей в течение часа должна отходить от станции канатной дороги. У нас в стране на сегодняшний день, в общем-то, вот эта идея, она не является новинкой для Уфы. Данный вид, на сегодняшний день по нашему законодательству канатная дорога, кстати, не относится к пассажирскому виду транспорта, поэтому трудно называть его таким общественным, но тем не менее у нас в стране достаточно успешно функционирует такая канатная дорога, один из таких примеров успешной эксплуатации – это город Нижний Новгород. Там в феврале 2012 года была открыта канатная дорога, две станции, она соединяет между собой через реку два города – Нижний Новгород и ОПИ. На сегодняшний день ежедневно переводится порядка 8-9 тысяч пассажиров в Нижнем Новгороде, но у них стоимость проезда достаточно существенная – 75 рублей, это разные города, и поэтому с учетом междугородной перевозки стоимостью у них 75 рублей, но тем не менее на сегодняшний день уже два года фактической эксплуатации Нижнегородской канатной дороги показывает, что проект востребован, проект рентабельный, проект окупаемый. Правда, надо отметить, что строительство канатной дороги в Нижнем Новгороде начиналось за счет средств областного бюджета, в итоге сумма затрат превысила ту сумму, которая изначально планировалась, там стоимость канатной дороги порядка миллиарда рублей, и 50% этих средств – это привлеченные средства кредитные. Но тем не менее сегодня при оценке работы Нижнегородской канатной дороги уже видно, что они стали самодостаточные и они в состоянии, способны выплачивать и кредитные средства, и извлекать прибыль. И надо отметить, что в Нижнем Новгороде вот эта канатная дорога, она показала настолько свое удобство и необходимость, что на сегодняшний день в Нижнем Новгороде в проекте, на стадии проекта находятся еще три линии канатной дороги. В Уфе у нас идея использования канатной дороги, она как бы зародилась в прошлом году, когда к нам приехали представители сначала швейцарской компании БМФ, а потом французской компании ПОМА, это крупнейшие производители канатных дорог в мире, они приехали с предложением как раз использовать канатную дорогу в качестве пассажирского транспорта у нас в Уфе. По поручению администрации города, наше предприятие МУП Центр недвижимости занялось анализом возможности использования канатной дороги в Уфе в качестве средства пассажирского транспорта. Значит, так как данный проект в Уфе у нас, хочу подчеркнуть, он является 100% коммерческим, то есть предполагается без участия в бюджетном финансировании, то поэтому мы остановились на первом этапе на достаточно небольшом, может быть, участке, двухкилометровом участке, который соединяет проспект Октября и микрорайон Сипаилова. То есть это проспект Октября, это станция, пока условное название проспект, это район торгового центра Юрязань, и Сипаилова, это, ну вот получается, как бы у нас озеро Кашкадан. Почему остановились пока именно на этом участке? Первоначально вообще, в принципе, как бы обговаривался и рассматривался вопрос, что может быть в дальнейшем это будет соединяться с микрорайонами Норс, линия, то есть с протяженностью 6 километров и с четырьмя пересадочными станциями, но еще раз подчеркиваю, что проект коммерческий, поэтому, посмотрев экономику, мы убедились, что, в принципе, на сегодняшний день необходимо начинать с чего-то, скажем, небольшого, для того, чтобы понять, оценить, насколько это будет востребовано, насколько это будет актуально для нашего города. В Сипаилово мы знаем, что у нас проживает порядка 140 тысяч человек на сегодняшний день. Транспортная проблема, она, ну не надо ее рассказывать, она всем, в общем-то, известна на сегодняшний день, и мы рассчитываем на то, что, в принципе, какая-то часть жителей Сипаилова, может быть, для них будет удобно наличие такой канатной дороги, которая позволяет в течение пяти минут доставить пассажира из нижней точки в верхней до станции проспект, ну и, соответственно, обратно. По замыслу, вот здесь на слайде показано, где мы планируем так называемую верхнюю станцию станции проспект, это рядом прямо с ТРК Юрязань, в створе улицы Кольской. Здесь планируется станция, ну достаточно небольшая, то есть выполняющая функцию именно станции канатной дороги, ненамного отличающаяся от тех станций, которые предпроцессуальны на горнолызных трассах, то есть из легких каких-то конструкций, ну то есть для визуализации вот как бы именно то самое место, где и планируется быть пересадочным узлом. Нижняя станция, примерное место на сегодняшний день это рядом с ТРК Простор, здесь территория чуть побольше, потому что здесь планируется формирование крупного узла, в плане здесь будет находиться и гондольный гараж на 80 гондол, и здесь же планируется для привлечения, скажем, инвесторов для того, чтобы вызвать некий интерес, скажем, дополнительный инвестиционный, строительство торгового, какого-то торгового комплекса порядка 10 тысяч квадратных метров. Значит на сегодняшний день, а вкратце вот это место тоже как бы и следующий слайд, краткие характеристики, то есть на сегодняшний день площадь территории разработки проекта 36 гектар составляет, протяженность трассы ориентировочно 2 километра 60 метров, кабины 8 местные, рабочая скорость движения 7 метров в секунду, что позволяет за время пути 5 минут, ну и плюс 2 станции. На сегодняшний день мы как бы от теоретических уже споров и размышлений на эту тему перешли в практическую плоскость, приведен конкурс по выбору генподрядчика на осуществление проектно-изыскательских работ. 14 августа уже подведены итоги, за генеральным подрядчиком у нас будет выступать компания Альп Проект, это город Дмитров Московской области, с достаточно большим очень опытом работы по проектированию канатных дорог у нас в стране. Цена договора у нас составила 13 миллионов 120 тысяч рублей, и со сроком выполнения работ проектно-изыскательских это 9 месяцев. Параллельно мы начали силами своего предприятия вести работы по выполнению проекта планировки и межевания территории, отведенной под строительство канатной дороги на сегодняшний день. Мы надеемся, что в течение этих 9 месяцев мы, получив проектную документацию, мы окончательно поймем, скажем так, экономику данного проекта, и по срокам строительства и по строительству канатной дороги уже будут приняты какие-то решения серьезные. Паслав Ильич, но все-таки есть вероятность, что это будет дешевле, чем в Нижнем? Да, данный участок дороги пока, по крайней мере, пока мы не имеем ни геологии, ни других необходимых исследований, на сегодняшний день пока предполагается, что мы где-то, ну, уже учитывая и торговый центр, строительство где-то порядка 650-700 миллионов рублей. Мы пока как бы рассматривали как первую очередь, но учитывая сложный рельеф нашего города и вот наличие микрорайонов компактного проживания, так называемых спальных микрорайонов, и которые на сегодняшний день развиваются, то мы считаем, что целесообразно вообще как бы иметь в виду на будущее, но и сейчас учитывать то, что, в принципе, было бы неплохо, наверное, вот следующий слайд, пожалуйста, это соединить микрорайон и Норс только не с выходом Сипаилова, а вывести канатную дорогу, следующую станцию где-то на уровень, ну, ипподрома Акбузат, чуть дальше, то есть ближе к трамплину, где-то в этой плоскости, там длина получается пока, ориентировочная длина порядка 6 километров, и еще один из вариантов, это соединить микрорайон Дема, который сегодня тоже достаточно динамично развивается, с городом где-то в районе, ну, назовем пока условно телецентр, но вот посмотреть, прикинуть, где это было бы возможно осуществить. Здесь длина трассы составляет порядка 4 километров, то есть технически все это возможно сделать, возможно построить, и нам кажется пока, по крайней мере, что эти проекты, они, в общем-то, коммерчески достаточно интересны, привлекательны и должны быть окупаемы, по крайней мере, опыт Нижнего Новгорода нам позволяет быть в этом убежденными. Руслан Вильевич, спасибо. Проект чрезвычайно амбициозный, правда, конечно, наверное, 2000 пассажиров в час в одном направлении, это не магистральный транспорт города-миллионник, а это уж надо сказать прямо. Да, безусловно. Вот, но если это целиком коммерческий проект и бизнес здесь выгоду, то почему бы и нет, конечно. Как вы думаете, возможно будет интеграция с билетными решениями города, или все-таки это будет целиком коммерческий тариф? Это будет целиком коммерческий проект. Ну, понятно. По крайней мере, первую очередь, о том, о чем я говорю, Сипаилова, проспект Октября, это будет чисто коммерческий проект. Ну, а все-таки возможность рассмотреть пересадки не на автобусы, маршрутки, а вот на что-нибудь, железную дорогу, вот как раз об этом я и хотел сказать, что в условиях нашего, скажем, города было бы очень интересно продумать и просмотреть какой-то скоростной транспорт все же, идущий по проспекту Октября. То есть решение этого вопроса, оно просто необходимо, сложно, я понимаю, понимаю, что железнодорожный транспорт это замечательно, но, как уже сказали, он идет мимо массовой застройки, скажем, а проспект Октября Таарт-Верия единственная на сегодняшний день, которую хотелось бы, чтобы общественный транспорт мог эксплуатировать в полном объеме. Может быть, может быть, я не специалист в области транспорта, но может быть это вот как раз какой-то вариант метробуса, вариант метробуса, может быть это, не надо, может быть, бояться того, что использовать какой-то второй уровень, но только не для строительства какой-то автомагистрали новой, предположим, а именно второй уровень проспекта Октября для строительства каких-то видов именно общественного транспорта. То есть это надо смотреть. Мы как раз сейчас к этому вопросу подходим. Как раз вот Оскар Ахадович хотел... Иван Вилович, у меня вопрос такой, а почему выбрана именно конечная точка проспекта, а не российская? Ведь там прохождение над жилой зоной, высотное здание КПД бизнес-центра, может быть, имеет смысл все-таки смотреть российского, тем более, что, скажем, у нас есть планы по, во-первых, завершению троллейбусной сети по линии российской от Театра Кукол до Трамвайной. И в перспективе мы обсуждаем вариант именно коридора для трамвая. Поэтому вы же сами сказали, если вы хотите в час, чтобы 200 газелей подъехали к вашему этому, представляете, это если периодичность даже одна минута, это 60 газелей максимум, а это будет просто коллапс в точке соприкосновения. Поэтому, мне кажется, вот с точкой конечной станции те две линии, они безупречны, потому что они не пролегают над жилой зоной, над массовой, то есть все-таки здесь же высотный объект, и здесь тоже есть какой-то, скажем, технологический, техногенный риск, поэтому не знаю. Но сам проект, конечно, хороший. Риска технологического никакого нет насчет жилой зоны, то есть это уже на этот вопрос есть ответ. Почему проспект Октября, а не российская? Опять же, экономика, коммерция, потому что на сегодняшний день проспект Октября, то есть то, что вы говорите, что там в перспективе троллейбусное движение, там трамвайное и так далее по-российской, но на сегодняшний день мы никуда не денемся. То есть у нас сегодня единственная улица, которая может разгрузить более-менее пассажиропоток прибывающий, это проспект октября к существующим городским транспортом, который есть. Ну и потом, опять же, здесь с управлением транспортом, то есть мы не говорим, что мы сегодня приняли окончательные какие-то решения. Сейчас речь идет о проектных изысказательских работах, но и с управлением транспорта, и с администрацией надо будет в любом случае прорабатывать, смотреть вопрос о том, чтобы мы и не должны ориентироваться на 200 газелей, а должен быть в любом случае какой-то некий общественный транспорт, пусть это будут автобусы, но хотя бы в часы пик, которые будут с какой-то регулярностью осуществлять перевозку пассажиров с конечной станции. Ну и максимальная загрузка, она расчетна именно на часы пик. Оскар, давайте вам сейчас я передам слово. Еще вопрос, еще один вопрос. Да, хорошо. Как решаются проблемы посадки-высадки? Там же нет полной остановки, насколько я понимаю, по опыту хотя бы Нижнего Новгорода, там люди с ограниченными движениями, с возможностями. Посадка-высадка осуществляется без полной остановки на станциях, на конечных станциях. Кабинки, они как бы сходят с троса основного и проходят станцию со скоростью порядка 0,5 метров, то есть скорость замедляется в 10 раз примерно, и это время позволяет кабинку восьмиместную без проблем заполнить. В случае, если, предположим, маломобильная какая-то категория граждан оказывается на станции, то оператор в ручном режиме имеет возможность вплоть до полной остановки кабинки. Но опять же, как бы на сегодняшний день опыт показывает, что это не создает никаких дополнительных трудностей. Ну давайте. Мы, конечно, выбиваемся из графика, но... Вопрос такой вот. По предыдущему докладу мы поняли, что железная дорога не совсем хорошо связана с городом Уфой. В то же время есть предложение по размещению канатной дороги, не увязанной железной дорогой. Нет ли смысла или не прорабатывали ли варианта, скажем, связи железнодорожного вокзала с центром города Уфы, к примеру, или продление этой магистрали до железной дороги, до остановок железной дороги. Просто есть небольшое сомнение, что достаточно ли будет вот в этих конечных пунктах пассажиропотоков, не будет ли это убыточно. Вот в связи с этим связать два крупных пассажиропотока. Вопрос и предложение. Спасибо. Мы будем об этом думать. Просто надо учитывать, что один момент есть на сегодняшний день какой-то существенный, канатная дорога может идти только строго прямо, не имеет никаких отклонений. И опять же, строения, постройки, жилые микрорайоны, они не дают возможность насквозь пройти канатной дорогой. То есть только в створе каких-то улиц, если эти улицы прямые. Just a very quick question. What is the difference in elevation between the two stations in the project? Небольшой вопрос. Разница в перепаде высот между двумя станциями в проекте какая? На данный вопрос пока не могу сказать. Пока приблизительно очень, но не стану называть. То есть это вот сейчас как раз проект во время всех работ, проектных изыскательств будет точно назван. Побольше. Побольше, порядка 200 метров. Спасибо. Так, ну давайте будем двигаться дальше. Конечно, как я уже говорил, проект чрезвычайно интересен. Вот возможность пересадки с чем-то, что имеет большую провозную возможность, это, наверное, ключевой вопрос. И если мы говорим о видах транспорта, такой провозной возможности обеспечивающих, то, конечно, в первую очередь на ум приходит электрический транспорт, а именно скоростной трамвай. Да, впрочем, и обычный трамвай, в общем-то, он по своим провозным возможностям превышает и автобусы, и маршрутки. И с этим я хочу дать слово Фазлоеву Оскару Асхадовичу, директора МУП Управления электротранспорта, с тем, чтобы он рассказал о том, какие планы у руководства организации по развитию электрических видов транспорта в городе на сегодняшний момент имеются. Во-первых, добрый день. На сегодняшний день мы разработали концепцию развития электротранспорта и переходим к разработке уже более детализированной программы. Ну, прежде чем начать рассказ об этой концепции, я бы буквально пару статистических цифр, потому что я предполагаю, что в зале есть люди, которые считают, зачем вообще электротранспорт или трамвай, или троллейбус нужен, что это какой-то устаревший или вымирающий вид транспорта. Поэтому буквально пару цифр. В прошлом году на Урбан-Байраме мы говорили о том, что в Уфе зарегистрировано 370 тысяч автомобилей. На начало этого года уже 391 тысячи. На середину этого года, по еще не подтвержденным данным, 405 тысяч автомобилей. Среднеевропейская норма 650 тысяч автомобилей на миллион, ну, получается, 650 тысяч автомобилей на наш миллион жителей мы получаем, или 650 автомобилей на тысячу жителей. С такой динамикой мы придем к этой цифре в течение пяти лет. Ильдар Фанисович вчера говорил, что 83% населения живет на 22% территории и называл, которая составляет очень значительное количество, 165, по-моему, квадратных километров. Вы представляете, сколько должно занимать чисто физическое размещение автомобилей без их передвижения? 650 тысяч только легковых автомобилей. Поэтому альтернативы реальные для электротранспорта или для других систем общественного транспорта, идущего по выданным линиям нет. То, что город последние два года расширяет дороги, это, точнее, приводит их к нормативным, это большой плюс. Но Вукан Вучик в свое время доказал, что математически, что расширять дороги можно до бесконечности, они будут все равно заполняться автомобилями. И у нас есть другая особенность, вот говорили, что город это банан, огурец, гантели, как угодно, то есть вытянуты с севера на юг. Поэтому мы должны обеспечить линии транспорта, получается, меридиальные, с севера на юг или с юга на север. Значит, вторая проблема, которая говорит о том, что электротранспорту, ну и выделенному транспорту нет альтернативы, это безопасность. Вы понимаете, что при столкновении трамвая с любым другим видом транспорта шансы быть нетронутыми у пассажиров трамвая гораздо выше, потому что фактически это многотонная машина, она, простите, может просто, я уж утрирую, перерезать любой большегруз. Это пассивная безопасность. Третье – это экология. Если в прошлом году мы говорили, что 65% выбросов в атмосферу города – это транспорт, то сегодня мы уже подходим к цифре около 70%. Таким образом, развитие именно автомобильного транспорта на газовом, то есть на дизельном, на бензиновом или даже газомоторном топливе, оно все равно ведет к ухудшению экологической обстановки внутри города. У нас существует в рамках этой концепции, мы планируем связать, во-первых, достроить уже существующие там троллейбусные линии, так как затраты на производство троллейбусных линий, они ниже на первом этапе, и параллельно начать строительство новых трамвайных линий, как по традиционной технологии, так и по технологии, которые позволяют организовывать быстрое передвижение трамваев, и при этом бесшумное. То есть под эту программу мы прочитали, что нам не хватает на сегодняшний день порядка 109 троллейбусов, 127 трамваев. Причем, если говорить о троллейбусах, мы хотим сделать ставку на троллейбусы, ну как минимум 20 троллейбусов закупить, начать с двух, с большим автономным ходом. Такие троллейбусы позволят нам запустить троллейбусные сообщения в тех местах, где у нас еще нет контактной сети, и с постепенным, ну при необходимости строительства этой контактной сети. Например, мы сможем от существующей контактной сети в районе Вологодской питаться и доезжать до Шахши и обратно. От Затона мы можем доезжать до Демы и также обратно. Более того, у нас же есть проблема того, что передвижение на троллейбусах, трамваях, оно сейчас не совсем считается престижным. То есть стоит задача повышения престижности, ну или моды на электротранспорт. В этой связи у нас как бы есть такие предложения и проекты, как запустить на базе троллейбуса с большим автономным ходом чартерных маршрутов. Например, мы знаем, что студенты УГАТУ, точнее студ-городок студентов УГАТУ находится в районе Дома Печати. Само учебное заведение находится в центре. То есть в 8 часов, как правило, начинаются занятия у студентов. То есть мы можем на базе этих троллейбусов организовать именно в те часы пик, в часы поездки, точнее студентов, маршруты, которые будут экспресс-маршрут, например, общежитие УГАТУ и само УГАТУ. Это один из вариантов. Другой вариант тоже, который может привлечь внимание к общественности и пользования, это то, что у электротранспорта, ну в принципе и у автобусов тоже, особенно у низкопольного, большегруза, пассажирского транспорта, есть возможность размещать коляски, велосипеды и крупногабаритные грузы. Поэтому тоже есть проект создать также чартерный рейс, условное название его «Шоппер», «Планета», «Семья», «Мега». Ну и, соответственно, тоже там есть участки, где контактная сеть, то есть по этим контактам производит зарядку, и сегодня до 12 километров они гарантированно могут ехать на собственной, как бы на аккумуляторах. В принципе, вот Светоматский опыт показал, что они и зимой нормально работают, и на самом деле ресурс их пробега до 40 километров. Далее, на сегодняшний день почти готова линия троллейбусов, которые может соединить и Норси Сипаилова, а так как Сипаилово у нас уже есть троллейбусный, который соединяет с центром города, вопрос 46 миллионов рублей, это тяговые подстанции, то есть сама сеть уже установлена, подвижной состав мы планируем выставить туда тот, который у нас имеется, у нас порядка нескольких единиц, более десятка единиц находятся в ремонте, то есть мы их можем восстановить и на первом этапе пустить их. Тем самым мы получим большой социальный эффект по перевозке пассажиров из микрорайона Док и Норс в центр города на, может быть, медленном, но дешевом виде транспорта и экологичном виде транспорта. Значит, помимо этой работы мы уже в этом году и в прошлом году, с прошлого года начали работу по замене на тех участках, где особенно предполагается пересечение с автомобильными потоками технологий шпальный на блочную конструкцию, на блочную технологию, которая позволяет снизить шум. Как бы первые испытания маршрута по Зорге показали о том, что население очень довольное и говорят, что того дрязга и того шума, который был в прилегающих домах, его теперь нет. И такая технология также позволяет сохранять подвижной состав, так как нагрузка идет меньше, и, соответственно, увеличивать скорость прохождения этих участков. Значит, были вопросы и сомнения у общественности по поводу некоторых представителей, что в Польше случались аварии по этой технологии. Ну, изучение этого опыта показало, что разрыв этой блочи технологии происходил из-за элементарного несублюдения технологии. То есть там термические вставки не были установлены, в отличие от чехов, где люди как бы сами разработали технологию и ее строго соблюдают. Поэтому опыт годичной эксплуатации показывает, что такой проблем при соблюдении технологии нет. И на сегодняшний день по такой технологии реконструировано, вы, наверное, уже видели, на Менгажево пересечения, на районе Челехозного университета. То есть в местах пересечения с автомобилями потоками эта технология будет использоваться. У нас проблема по трамвайным сетям в том, что у нас в свое время, ну, за 2006 года, убрали 15 километров трамвайных сетей, тем самым, причем разорвали север и юг. Это создает не только технологические проблемы. Например, у нас из-за этого должно быть два депо, и, соответственно, все технологические линии должны быть в двух разных депо. Ну и самое главное, это сделать два изолированных трамвайных кольца, северные и в южной части города. Тем самым мы лишаем, а пассажиры трамваев в настоящий момент, это не очень обеспеченное экономическое население. И, соответственно, мы создаем некое транспортное неравенство. Для того, чтобы решить эту задачу, у нас есть быстрое решение. Мы хотим связать по улице Российской, начиная от театра Кукол до улицы Трамвайной, троллейбусным сообщением довязать. Соответственно, на улице Трамвайной, далее в районе госцирка, сделать пересадочный узел, чтобы пассажир, севший на Вологодском трамвай, мог на трамвайной пересесть на троллейбус, доехать до госцирка и там пересесть на трамвай. И все это был как единый маршрут, мы его называем виртуальный маршрут. То есть ему не придется три раза платить по 10 рублей, то есть ему стоимость не будет обходиться в 30 рублей, а, допустим, будет обходиться в 18 рублей. То есть за счет вот таких экономических и технологических решений мы будем пытаться конкурировать с маршрутами на моторном ходу. Помимо этого, выработано несколько разных коридоров для прокладки трамваев, новых трамвайных линий. Вот одна из этих трамвайных линий. Значит, это от, получается, депо Зорина по улице Комсомольской с выходом через неиспользуемую эстакаду на Менделеево, которая там планируется строить с автомобильной дороги, которая будет вдоль парка лесоводов. И, соответственно, выход на Менделеево. С Менделеево одновременно мы будем строить с кольца на чайной фабрике, линию планируем, точнее, строить на Менделеево, в сторону как раз Глумилина и с дальнейшим выходом на трамвайную по коридору российской. Причем прохождение вот этих маршрутов через малозаселенную территорию, то есть через прилегающий парк, оно позволяет обеспечить быстрое передвижение из мест компактного проживания большого количества жителей с центром и с севером. Помимо этого, то, что мы такими трамвайными линиями свяжем не только север-юг, за счет того, что вариант прохождения в створе улицы Блюхера или привлекая к этой территории, возможно, обычной трамвайной линии, оно тоже как бы рассматривается. И в этой связи предлагается строительство в районе ГДК не просто там тоннели, по которым будет ходить трамвай и пешеходы, а вообще как бы нормальный виадук или эстакад, или тоннель, который позволит разгрузить автомобильное пересечение транспорта. Трамвайная линия, в первую очередь от Кольца Дзержинского, возможно, это одноколейная дорога, есть сейчас, вы, наверное, знаете, сочлененные трамваи, эти не толкают, так называемые, у которых есть кабины спереди и сзади, до Монумента Дружбы, значит, с прохождением через Правую-Белую. В районе Правой-Белой мы предлагаем как вариант тоже рассмотреть, ну, не то, что альтернативу подвесной канатной дороге, а как другая реализация, это горный трамвай от станции Правая-Белая до Кольца Трамвайного на телецентре в районе Пушкина. То есть, тем самым, значит, мы связываем городскую электричку с нашими трамвайными сетями. Вот, такой проект реализован в Владивостоке, то есть, это не какая-то утопия, то есть, это проект рабочий, не такой, как бы, дорогой. Вот, где-то в створе улицы Трактовой, то есть, там надо варианты там просматривать. В нашей концепции мы предусматриваем пересадочные узлы с проектом «Городская электричка» там в районе ГДК, в районе Гастелло, в районе Шакши. Причем эти пересадочные узлы, они должны быть обеспечены единым либо подземным, либо надземным переходом для пассажиров, чтобы он был крытый обязательно. И, возможно, использование, ну, как предложение, должен быть чисто пешеходный участок, и для, как альтернативный участок, возможно, в наиболее, например, в районе ГДК, как один из вариантов, это установка траволаторов. Если мы эту программу, то есть, когда мы ее реализуем, мы внутренние пассажирские перевозки, как бы проблем внутри полуострова Уфимского, мы их решим. Большое спасибо, очень интересное выступление. Скажите, а вот новые трамваи планируется закупать в городе? Да, конечно, сейчас я буквально вот в пятницу вылетал в Москву, смотрел новый подвижной состав, варианты лизинга, покупок, то есть все варианты мы сейчас изучаем. Также и ищем партнеров по концессии, например, Трансмашхолдинг заявляет о том, что он готов вкладываться в электротранспорт городской и в виде консессионных соглашений. Ищем источники финансирования, кроме бюджета. Кстати говоря, маленькая ремарка. Довольно важно такие, чтобы в новом подвижном составе был Wi-Fi. К этому часто относятся как какой-то… У нас есть даже троллейбусы, ну, несколько бортов и несколько бортов, которые снабжены Wi-Fi. И вот, например, если мы будем реализовывать студенческий маршрут, там обязательно будет Wi-Fi. Потому что как раз это возможность привлечь так называемый креативный класс. Да, да, да. И на такие маршруты мы, конечно, будем пускать какие-то современные подвижные составы, для того, чтобы действительно люди видели преимущество этого. А существующий подвижной состав, мы сейчас реализуем вот уже такую маленькую программу, начинание этого, доукомплектовываем печами отопления. То есть не только водителя, но и самого салона. Но это не только печи, это уплотнение дверей и так далее. Спасибо. Лука, do you want to ask something? No? And air conditioning, please. И не забудьте про кондиционеры. Люфы, это не такая критическая ситуация. Спасибо. 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 Спасибо.